Идем, родом Иисусеи Сегодня Святая Церковь, возлюбленная во Христе, дорогие братья и сестры, чтит день и память тех событий, которые мы часто не вникаем в историю, не изучаем и не знаем, почему и как. Пользуясь этими благами, мы еще раз убеждаемся, что Господь творит дивные и славные чудеса для тех, которые достойно видят и знают эту историю, а те, которые не знают, помрачают свои умы и гибнут в собственном убеждении неправоты, и их слава умирает шумом. Аскольд и Дир, наши языческие князья, решили приобрести некоторые богатства и славу в военных походах. Они собрали свои войска, корабли, потому что и в то время наша страна была богата славой, была богата своими воинами и защитниками, но они в большинстве вели захватнические дни для того, чтобы обогатить себя. Дьявол всегда будет влагать сердце, что у кого-то больше есть благ, средств, и он посылает туда, чтобы разорить ихнюю веру, ихнюю культуру, накопление знаний, чтобы уничтожить ихнюю жизнь и присвоить себе славу победителя. Кого побеждаем? Мы хотим победить Бога? Никогда. Если люди страдают безвинно, если кто-то хочет захватить их, Господь обязательно даст свою божественную силу. Мы видим годы Отечественной войны, мы видим другие периоды, когда человек с крутостью и смирением страдает, страдает, переносит все эти события, которые есть даже в войне, Господь выходит сам на защиту. Дайте мне отмщение. Приближившись к стенам Константинополя, патриарх со свитой, священнослужители, епископы, священники народом взял святые мощи, которых было очень много в Константинополе, частицу древа и хоругви, обошел с псалмопения, молитвой по стенам, то есть по границам города. О, дивное чудо! Совершаются великие чудеса. Господь посылает с неба огненный дождь, ветер и языческие корабли, как сказано в богослужении, разварились, то есть расклеились, рассыпались и погибли вместе с народом. Аскольд и Дир, князья, пришли неверующими людьми, грубыми язычниками, необразованными, а за туда обращаются уже святыми, приняв таинство крещения, получив благословение, на дальнейшую жизнь и подвиги. С этого на Святой Руси и начинается развиваться та вера, о которой благословил святый апостол Андрей Первозванный. Здесь в Играду Великому и восяет множество церквей. Таким образом, встает в защиту той, к которой мы обращаемся, Божией Матерью. Андрея, Епифания и славяне по происхождению видели, как в полночь из запада на восток входит прекрасная, боголепная женщина, приходит к престолу в храм своего сына и Бога, наклоняет свои колени и долго молится. Спрашивает Андрей Епифания, ли видит ли это чудо? Вижу, Отче, и ужасаюся. Он видит царицу неба и земли, пришедшую с множеством святых угодников Божьих. После Божья Матерь сняла свою шаль с головы и на своих руках распросярла над Константинополем и над всем православным миром, которые будут просить ее защиты, будут просить ее помощи. Многие люди увидели это чудо, но греки не приняли этого праздника, своей защиты. В них нет этого праздника. А славяне, приняв эту покров, и до сегодняшнего дня очень много и много распространяется вера под покровом Божьей Матери. Она молит своего сына и не спосылает для нас всех, православных христиан, желающих спастись и телом, и душою, помогает каждому человеку. Этот праздник прижился на Святой Руси. Он получил широкое разглашение, и люди радовались о том великом событии, что из князей Аскольда и Дира пришли вместе вера, надежда, любовь. Пришло смирение и мудрость, кротость и терпение, потому что только христианин, истинный христианин, который вступает в это божественное войско, он становится истинным воином Царя Небесного, в то же время и защитником Свенебесного Отечества. Нас на Руси получили название множество храмов. Мы имеем множество обителей в честь покрою Божьей Матери. А кто нас заступит? А кто нас защитит, если не Царица Неба и Земли? Поэтому верующие люди до сегодняшнего дня, уже более десяти веков, празднуют этот день великий и радостный заступничество Божьей Матери. Она исцелила многих, она дала силу нашим воинам, она дала мудрость правителям, которых Церковь в свое время прославила, начиная от Андрея Боголюбского, Александра Невского, князей киевских, князя Владимира, Бориса и Глеба и ряд других великих подвижников благочестия, которые не только прославились в Киеве, а и в других местах Святой Киевской Руси. Поэтому, дорогие братья и сестры, мы видим особый покров Божьей Матери и над нами, над нашей страной, над нашей Церковью. Когда нас хотят полностью изнести из лица земли, Божья Матерь является и говорит, «Все от рода нашего». Мы с вами слышим из истории, когда в Александре Невского явились какие-то проблемы в Отечество, и люди услышали и увидели. Идет по Днепру лодка, на которой стоит два боголепных, прекрасных мужа. Они увидели, что это Борис и Глеб. И один другому говорит, «Мы успеваем помочь нашему сородичу, благоверному князю, Александру Невскому». И он получил победу, если меня память не подводит, на Чудском озере, победив тех врагов, которые шествовали завоевать не только север, но и дойти до Киева и дальше, чтобы разрушить историю, взять в плен и забрать то, что мы имели и имеем до сегодняшнего дня. Поэтому защита и покров наша — это Божия Матерь. Если мы живем благочестиво, на примере преподобного Саровима Саровского, который заболел, и пришла Божья Матерь, и сказала, «Се от рода нашего, коснулось ее болезненного тела, оставила водянка и другие болезни, он поднялся и служил, и служит сегодня всем нам». Я хочу еще раз напомнить, чтобы те, которые лукаво мудрствуют, чтобы не делили угодников Божьих. Да, сегодня мы имеем границы своей страны, и мы должны их защищать. Но мы должны всегда помнить историю и тех людей, которые служили, служат нам примеру, веры и благочестия. Не надо прамзник покрова употреблять в обиденной жизни, захвата насилия и думать, что Божья Матерь покрывает тех людей, которые творят бесчинство. Никогда Божья Матерь не будет там, и ее нет. Она со стражущими, плачущими и обремененными. Читая очень прекрасный стихотворный Акафист, написанный нашим святым, который подвязался Иннокентий Херсонский, мы видим с вами множество примеров, как Божья Матерь защищает нас и берет нас, немощных, на свои всесильные руки. От князей и воеводов веронравных. Она защищает тех, от которых отказались врачи. Она помогает тем, которые бедствуются голодом и холодом. Она помогает тем, кто идет на пути, по водам, по суше. Она приходит к каждому и покрывает нас своим благодатным умофором. Поэтому, празднуя этот праздник, дорогие братья и сестры, мы должны изменить свою жизнь. Мы должны, как чаще, читать Евангелие, послания апостольские и вразумляться святоотеческими письменами великих угодников Божьих, которые описывают дивные дела Божьи и вразумляют нас. Иоанн Златоуст, Григорий Бослов, Василий Великий, блаженнейший покойный митрополит Владимир, который написал дивные труды, и тех святых мужей, которые беспокоятся о нашем с вами спасении. Лука Война и Синецкий, письма преподобных Антония, Феодосия, Иоанна Кронштадтского и других святых угодников, которые, как из бурной реки в своей жизни утоляет наше сердце, напояет благодатью Святого Духа, которая постоянно бьет от Источника Христа, которому слава во веки веков. Аминь. 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 Продолжение следует...